МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша и дневной выпуск информационной программы Республика. С главными событиями этого часа вас познакомят наши корреспонденты и я, Алексей Андреев. В Чувашии продолжается региональная конференция некоммерческого партнерства Объединения производителей железнодорожной техники. Сегодня ее участники познакомились с инновационным производством на предприятии «Промтрактор-вагон». В настоящее время предприятие «Промтрактор-вагон» испытывает трудности. Сказывается в целом экономическая ситуация, сложившаяся в стране. Заказов мало, признается ее руководитель. Но выход, конечно же, есть. Выйти на новый уровень и начать производство вагонов на тележке с нагрузкой на войс 25 тонн. Поэтому все усилия мы к этому прилагаем. В настоящее время три вагона находятся на испытаниях в испытательном центре города Новоалтайска. Во второй половине 2015 года планируется начать выпуск подобных тележек. Что касается вагонов, то предприятие сейчас работает, используя технологии импортозамещения. «Производство не просто сохранилось здесь, как вагоностроение, а важно, что люди, которые здесь в поиске постоянно, наверное, это и есть элементы инновации. Мы только что нам тележку показали, вместе с вами посмотрели. Наверное, это не какая-то там революция губовской техники, железнодорожной. Но отдельные вещи застужат внимания, я надеюсь, при испытании этой техники, этих вагонов, мы получим хорошие результаты. Ну, наверное, есть, если бы все так занимались, каждый на своем месте элементами, даже не большими, наверное, из этого и складывалась бы та эмоциональная политика, которая мы стремились, связанная с повышением эффективности, инновацией, внедрением новых технологий, новых техников. Вчера в докладах руководителей ваших предприятий там много очень интересного есть, прозвучало, и, исходя из этого, через неделю еще группа моих коллег приедет, уже узкая специалистов по отдельным направлениям. Есть интересные разработки, которые, я надеюсь, получат путевку в жизнь с нашей помощью и будут растиражированы, то есть инновации превратиться в бизнес. Получить вару, чтобы инновации не ради инновации, инновация работала. На девятую региональную конференцию некоммерческого партнерства объединения производителей железнодорожной техники съехали 170 компаний из 34 субъектов России. Общий объем производства всех предприятий партнерства почти 400 миллиардов рублей. Это 90% всей железнодорожной продукции страны. Местом проведения конференции был выбран научно-производственный комплекс «Лара». С 2006 года на заводе появилось направление железнодорожной техники. Сегодня в цехах производят бортовые системы управления, станционную и перегонную автоматику для тепловозов и электропоездов не только нашей страны. Все операции автоматизированы, здесь участие человека минимальное, но за счет этого достигаются такие высокие показатели по качеству и безотказности. И все эти технологии мы применяем при производстве изделий железнодорожного направления. Чуваша известна во всем мире как регион, в котором сосредоточены ведущие предприятия электротехнической отрасли. Продукция «Бреслера», «Элары», «Экро» неизменно пользуется большим спросом. Я бы в плане хотел отметить еще и активную позицию руководства республики, о том, что оно, я впервые это услышал, на самом деле в Москве, на разных выставочных мероприятиях, когда руководство республики ходило и так активно представляло свои возможности, возможности региона. И это было, на самом деле, достаточно давно, это пять лет назад там впервые начиналось. И сегодня есть уже конкретный результат. У Чувашии многолетнее взаимовыгодное партнерство с российскими железными дорогами. Пять лет назад Михаилом Игнатьевым и Владимиром Якуниным было подписано соглашение. За это время в два раза увеличилось количество организаций республики, сотрудничающих с РЖД, а объем отгруженной продукции вырос на 15-20%. Всего в республике 26 промышленных предприятий производят продукции железнодорожной тематики для структурных подразделений акционерного общества «Российские железные дороги» и сотрудничают с ними на взаимовыгодной основе. В среднем год шувашскими товаропроизводителями отгружаются железнодорожные продукции на 15 миллиардов рублей, и этот показатель в динамике ежегодно растет. На обеспечение деятельности российских железных дорог работают 19 отраслей экономики. За 2014 год компания перечислила в бюджет страны 255 миллиардов рублей налоговых отчислений. Тем не менее, Владимир Якунин отметил, что в 2015 году стране придется столкнуться с серьезными сложностями из-за замедления темпов экономического роста во всем мире. Несмотря на то, что в РЖД на импорт приходится всего 4%, компания продолжает искать пути выхода из данной ситуации. Главным считаем импортозамещение программных продуктов. Переход на программные продукты написан российскими программистами, российскими специалистами. И нами скоро будет утверждена программа перехода системы управления на российскую программную базу до 2017 года, так называемое открытое программное обеспечение. У нас очень большие проекты с нашими итальянскими коллегами по этому поводу, с зарубежными коллегами и российскими предприятиями. В условиях кризиса встал вопрос и об инвестиционном проекте строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Возможно ли, что проект отсрочит или подкорректирует из-за недостатка средств? На сегодняшний день есть распоряжение Дмитрия Анатольевича о выделении средств на проектно-изыскательские работы. Мы очень рассчитываем, что никакие потуги все-таки найти способ и торпедировать это указание не окажутся успешными. И мы тогда в сентябре следующего года представим проект развития ВСМ уже в соответствующих проектах документов. Если это произойдет, то в сентябре закончим проектно-изыскательские работы, после этого 4 года на строительство. До 2018 года гарантируем, что построим высокоскоростной участок до Владимира и от Владимира до Нижнего Новгорода. Также на конференции был подписан ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве между предприятиями объединения производителей железнодорожной техники и РЖД. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Тесное сотрудничество связывает РЖД не только с Эларой, но и с другими предприятиями Чувашии. Владимир Якунин и Михаил Игнатьев побывали также на производстве микропроцессорных устройств и познакомились с новыми линиями по выпуску спецодежды и обуви. Предприятие «Экро» в партнерах РЖД числится с 2000 года. Точнее, не просто числится. За это время всем структурным подразделениям поставлено оборудование для ста с лишним тяговых подстанций. «Экро» участвовало в ремонте и реконструкции Забайкальской, Восточно-Сибирской, Кавказской железных дорог и других крупных проектах. Только в прошлом году железнодорожникам отгружена продукция на сумму свыше 30 миллионов рублей. Одна из актуальнейших тем – импортозамещение. С некоторых пор рабочие и специалисты РЖД щеголяют в обуви от чувашских производителей. На Чебоксарском предприятии «Яхтин» главному железнодорожнику продемонстрировали автоматизированные линии конструирования, раскроя, прилива полиуретановых и резиновых подошв разной плотности. Я знаю продукцию этого завода, лично опробовал ее. И могу сказать, что то, что мы сейчас увидели с точки зрения технологии производства, это, конечно, уже совершенно другое производство. Я помню, еще в Питере ходил на скороход, смотрел совместное производство с «Аламандрой». Там другая продукция была, другая продукция. Но вот то, что сегодня делается в виде рабочей одежды, я считаю, что, в общем, честно говоря, не грех продавать и в магазинах, просто в магазинах. Сегодня «Яхтин» готов расширить поставки и предложить обувь, которая, в отличие от канадских и голландских образцов, сделана из натуральных материалов, выдерживает совершенно иную температурную нагрузку, при этом в 2-3 раза дешевле. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Чубаксарский железнодорожный вокзал на несколько дней превратился в выставочную площадку. Посмотреть действительно есть на что. Подробности у Юлии Вожениной. В Чувашию прибыл чудо-поезд, в котором жители республики могут попасть в прошлое и будущее российских железных дорог. Поезд-музей представляет собой передвижной выставочно-лекционный комплекс. В нем 8 вагонов, каждый из которых посвящен какому-либо инновационному проекту или компании, представляющей свои разработки. Здесь вообще представлена различная, в каждом вагоне своя тематика. То есть есть и скоростное движение, и подвижной состав, также есть и инфраструктура российских железных дорог, обслуживание, то есть их. Также есть и космонавт, Челябинский метеорит у нас находится. Также имеются тренажеры, где показываются, как обучаются машинисты либо водители на специальную технику, которая у нас ездит по железнодорожному платному. Горожане смогли увидеть уменьшенные копии железнодорожного терминала аэропорта Адлер и железнодорожного комплекса на космодроме Байконур. А вот такую технологию железнодорожники используют сейчас особенно активно. И неудивительно, она позволяет до 80% сэкономить электроэнергию. Представляет она светодиодную матрицу, внедренную внутрь каркаса, обтянута снаружи высококачественным текстилем. То есть на данном стенде мы можем с вами как видеть, так и управлять светильниками GB до 16,5 миллионов различных насыщенных и ярких оттенков цветов спектра. Большинство этой системы устанавливается в офисах для проведения пресс-конференции, для собеседования, для рабочего персонала. В широком смысле экспозиция комплекса это история инноваций на транспорте. 34 макета подвижного состава и сопутствующие инфраструктуры демонстрируют эволюцию железнодорожной техники. От паровоза Черепановых до наших дней. Особый интерес вызывают действующие тренажеры. Любой желающий может побывать в кабине машиниста. Кстати, сейчас я нахожусь в электропоезде «Ласточка». От Калининграда до Владивостока за три года своего существования поезд будущего уже проехался по всей России. Не в первый раз он приезжает и в Чебоксары. Этот выставочный комплекс, он полезен как для обычных граждан, так и для железнодорожников. Так как он развивает культуру и понятия о железнодорожном транспорте, о инновациях, новинках, которые внедряются в железнодорожном транспорте. Все очень понравилось, интересно. Выставка сделана на хорошем, профессиональном уровне. Экскурсоводы, которые знают свое дело очень хорошо. Прослушав, можно понять, о чем идет речь даже не посвященному человеку. Это приятно, что в Чебоксары познакомились с такой, как говорится, техникой. В столице Чувашии чудо-поезд пробудет три дня. Так что у вас еще есть возможность заглянуть в будущее. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Непростая экономическая обстановка в стране напрямую влияет на занятость населения. По предварительной оценке экспертов, кризисные явления могут коснуться 300 тысяч работоспособных жителей Чувашии. В Доме правительства состоялось совещание, в котором принял участие заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Максим Паршин. Правительство России разработало комплекс мер, направленный на снижение напряженности на рынке труда. До 20 февраля все субъекты Федерации должны разработать аналогичный план и представить его в Министерство труда и социальной защиты России. Эту работу нужно провести в ближайшее время. Для того, чтобы оценить и включить соответствующие расходы в бюджет. Да, мы все понимаем, что и сами предприятия не понимают, что с ними будет происходить. Потому что ситуация на предприятиях, в экономике в целом, зависит от большого количества факторов. От того, как будут складываться внешние конвенкты, от того, какие будут государственные меры поддержки. Если проблемы есть, нужно об этом заявлять и уже с этим работать. В республике уже создана рабочая группа по разработке и реализации антикризисной программы. Иван Моторин положительно оценил работу органов службы занятости и отметил, что на сегодняшний день критичной ситуации не назовешь. Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,72%. С 2012 года, по данному показателю, Чувашская республика неизменно занимает третью строку в Приволжском федеральном округе. Тем не менее, тенденция к ухудшению ситуации на рынке занятости вполне программируема. Мы сегодня уже имеем по ряду предприятие сокращение объемов в январе. И есть проблемы уже по февралю. Есть проблемы с выплатой зарплаты, с уплатой НДФЛ. Соответственно, мероприятия, которые будут включены в программу, они сегодня актуальны. В рамках программы планируется организовать социальную занятость молодежи и инвалидов, а также временную занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения. На реализацию вышеуказанных мероприятий потребуется более 500 миллионов рублей. Дарина Игнатьева, Надежда Якулева, Сергей Рябчиков, Республика. 2015 год станет завершающим для программы модернизации региональной системы дошкольного образования. Ее главный ожидаемый результат – отсутствие очередей в детсадах для детей старше трех лет. На сегодня прогнозы положительные. Однако в прошлые годы реализация программы не обходилась без подводных камней. За четыре года в Чувашии были введены в строй около 20 тысяч дополнительных мест в детских садах. Причем каждое третье место создано за счет нового строительства или реконструкции. Только за 2014 год открыли свои двери 15 дошкольных учреждений, вместо 14 запланированных. Такие темпы уже давно не были свойственны нашему региону. Понятно, что возникали неожиданные преграды в лице недобросовестных подрядчиков. Компаниям «Парнас» и «Мера» Республика больше не готова доверить строительство социально значимых объектов. В начале проекта, конечно, это были сырые проекты, и в том числе и неготовность наших строителей возводить эти объекты. Их потенциала не хватало. На эту стройку приходили строители, которые не готовы были по своим возможностям эти объекты вытащить. И вот эти, конечно, недобросовестные, как мы говорим, подрядчики, не смогли поставленной задачи справиться. У них не хватало и ресурсов, я имею в виду и кадровых, и финансовых ресурсов. И возникали очень серьезные сложности как у муниципалитетов, так и у руководства республики. Постепенно мы набирали опыт, хорошие детские сады мы начали тиражировать. Допустим, Цивильский детский сад у нас в трех местах уже как бы стиражирован, построен. И мы начали строить объекты, которые наиболее показали себя эффективно. Некоторые объекты все же были сданы несколько позже срока. С теми, кто так и не почувствовал временных рамок, разговор был короткий. Благодаря жестким мерам со стороны правительства и почти тотальному мониторингу ситуации, в 2014 году удалось завершить четыре долгостроя в Чебоксарском и Маргаушском районах. В поселке Когесе новый детский сад ждали четыре года. Рядом с ним уже вырос целый микрорайон. Изначально, когда я родила двойняшек, я уже знала, что мы пойдем в новый садик, потому что он будет нам самым близким. И другие варианты мы абсолютно не рассматривали. Наталье не только повезло жить поблизости, но и отдать своих детей в сад в два с половиной года. Раньше у жителей поселка такой возможности не было. Места получали только после трех лет. Он современный, большой, светлый, такой позитивный, цветной, яркий, красивый. Много здесь удобств для детей, игрушек, мебель красивая. Все хорошо. Нам очень нравится. Детский сад по улице Богдана Хмельницкого удалось возвести всего за четыре месяца. И сдать раньше срока. В 2015 году планируется завершить уже начатые объекты в Ядринском, Маргаушском районах, Шумерле, Новочебоксарске, Чебоксарах. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в нескольких школах приостановлены занятия. По данным Роспотребнадзора, на 11 февраля на карантин в Республике было закрыто 28 школ. Помимо этого, в 15 школах временно прекращены занятия в 64 классах. Таким образом, из-за карантина сейчас не учатся порядка 19 700 учеников. Больше всего школ закрыты в Чебоксарах. Их 12. Новочебоксарске – 8. Более подробно об этом поговорим сразу после выпуска новостей в программе «По существу». Гость студии – главный педиатр Минздрав соцразвития Чувашии Лариса Ноктева. И на этом я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время в эфире Национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин